Итак, друзья, приветствую всех, кто смотрит мой канал Карманный Ураган. Меня зовут Дина Джи, и давненько у нас с вами не было рубрики Ответы на вопросы. Совсем недавно одна из моих подписчиц прислала мне вот такой вопрос. Текст сейчас плывет на экране. Добрый день, Дина. Обожаю вашу страничку и смотрю вас на ютубе. Подсадила мужа. Он тоже из Саратова. Крик души просто. Тоже решила уехать посмотреть мир, как вы. В России стало просто невозможно. Нет воздуха, куда не пойдешь. С чего вы начинали? С языков, культуры. Куда для начала лучше поехать неискушенному туристу? Прячу мысли о переезде, но для начала хотя бы уехать посмотреть. Спасибо за ответ. Простите, что беспокою. И я подумала, что ответ на него мог бы быть полезен также другим людям, поэтому решила записать свой видео-ответ. На самом деле очень многие люди хотят путешествовать, мечтают начать путешествовать самостоятельно, но не знают, действительно не знают, с чего начать. Поэтому я немножко поделюсь своим опытом, расскажу, что я думаю по этому поводу. И начну я с того, что покажу вам свой рюкзачок-путешественник. Вот такой вот у меня рюкзачок, и на этом рюкзачке я коллекционирую нашивки тех стран, которые посещаю. Кстати, далеко не во всех странах мне удается покупать нашивки, поэтому я, бывает такое, что покупаю нашивки той или иной страны совершенно в другой стране. И так вот было, например, с Палестиной нашивки, которой не было в Палестине. Или, например, с нашивкой Украины, которую тоже я не нашла в тот момент, когда я первый раз была в Украине. И так далее. Давайте я расскажу поподробнее, в каких странах я побывала, какие нашивки у меня есть. Для того, чтобы вы знали, какой у меня опыт, в скольких странах я побывала, и про какие страны я могу подробно рассказать в дальнейшем, если у вас будут такие вопросы. А побывала я, давайте вот посчитаем, в скольких странах. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Здесь у нас еще шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. И девятнадцатая страна, это Австрия. Нашивки у меня нет австрийской, потому что в Австрии меня задушила жаба платить за нашивку. Пять евро, потом я об этом пожалела, конечно, но вот так и не нашла нигде пока австрийского флага. Итак, нашивок восемнадцать, но стран, получается, я посетила девятнадцать, ну и не считая России. Россия, это страна моего гражданства, поэтому Россия не считается, да, то есть зарубежных стран всего девятнадцать. И в некоторых из них я побывала не по одному разу, но если я буду каждый раз нашивать нашивку, например, Индии, столько раз, сколько я приземляюсь в аэропорту, то у меня не хватит даже одного рюкзака и двух, и трех. Вот, поэтому одна страна, одна нашивка. Давайте быстренько пробежимся по нашивкам. В каких странах я была? Это Малайзия, это Таиланд, Франция, Индия, Израиль, Украина, Эфиопия, Палестина, Беларусь, Финляндия, Швеция, Абхазия, в Абхазии, кстати, тоже не нашла я нашивку, поэтому купила значок, Лаос, Эстония, Испания, вот здесь у меня флаг Казахстана, с этой стороны Турция, и уже пошло место заполняться на лямках, это Польша, ну и вот я говорила, что не хватает еще австрийского флага. Конечно, по каждой стране можно снимать совершенно отдельное видео, но дело в том, что я начала путешествовать самостоятельно в 2008 году, и тогда еще не было даже мысли о том, чтобы создавать там какие-то YouTube-каналы, снимать блоги и так далее, поэтому далеко не про каждую страну есть видео, но с появлением блога, конечно же, я стала снимать видео про те страны, по которым я путешествую, для того, чтобы другие путешественники смогли что-то для себя полезного в моих видео найти. Теперь давайте перейдем конкретно к тому вопросу, который мне задала моя подписчица, с чего начинала я, с языков или с культуры, это первая часть вопроса, и вторая часть вопроса, куда поехать неискушенному туристу. Поэтому я разобью это видео на два таких небольших блока, в первом блоке отвечу про свой личный опыт, и во втором блоке дам рекомендации, куда, по моему мнению, стоит ехать неискушенному туристу. Ну что, поехали! Вообще, самая моя первая поездка за рубеж, по неопытности, по незнанию, состоялась с турфирмы, это была поездка в Финляндию, был такой двухдневный автобусный тур из Санкт-Петербурга, который я купила в подарок своей маме на день рождения, и мы вот вдвоем с ней зимой в 30-ти градусный мороз поехали в Финляндию, в Хельсинки. Нам обещали, что поездка будет двухдневная, она оказалась намного меньше, чем двухдневная, в общем, там еще была куча нюансов, и это был первый и последний раз, когда я купила турпакет и поехала вообще вот в тур такой, и после этого я раз и навсегда завязала со всеми турфирмами, и стала путешествовать только исключительно самостоятельно, самостоятельно покупая билет на самолет, либо на круизный лайнер, однажды, да, у меня было и такое путешествие. Все, больше никаких, никакими услугами никаких турфирм я не пользовалась, потому что в этом совершенно отпала необходимость, и я поняла, что я могу не переплачивать за услуги турфирмы, а путешествовать самостоятельно, купив билет и самостоятельно забронировать отель, самостоятельно в случае необходимости нанять гида и так далее и тому подобное. Ну, а поездки об этой я, конечно же, не жалею, это был опыт, и поездка была очень даже с приключениями, поездка на самом деле была довольно такая судьбоносная, потому что после нее в моей жизни начали происходить изменения, но не будем об этом. Вот единственное, что я хочу из этой поездки вам рассказать, это то, что до того момента, как я поехала в Финляндию, я нигде не практиковала английский язык, и должна вам сказать, что английский язык я учила только в школе, то есть со 2 по 11 класс. В институте у нас английского языка как такового не было, вот я училась в двух разных вузах, и где-то вот в одном вузе у нас там был первый курс, даже буквально первые полгода английский язык, по-моему, и все, и с тех пор как бы мы эту дисциплину сдали и закрыли, да, у меня была специальность арабский язык, и мы занимались только арабским, и английского не было вообще. И когда я уже пошла в другой вуз, в другой город, совершенно другую специальность, там и в помине не было английского языка, потому что я училась на дизайнера, и нам английский язык был совершенно не нужен. То есть все знания английского, которые у меня есть, я получила исключительно из школьного образования. Кстати, на моем канале есть видео, зачем нужно школьное образование, и я там вот эту тему подробно очень раскрываю и отвечаю на вопрос по поводу того, как я выучила иностранный язык. Так вот, я выучила английский в школе, и вот представьте, школу я закончила в 2005, по-моему, году, и все, и с тех пор английский я нигде не практиковала, да, потому что в этом не было совершенно никакой необходимости. До 2009 года я не выезжала в англоговорящие страны, и у меня не было необходимости нигде практиковать английский язык. И вот представьте, Финляндия, Хельсинки, у нас свободное время, мы гуляем по городу, и вечером нам нужно вернуться в наш гестхаус. Нам сказали, на каком трамвае мы можем туда доехать, мы с мамой садимся в трамвай, мама, кстати, у меня английский вообще не знала на тот момент, мы с мамой садимся в трамвай, в нужный трамвай едем, приехали, и понимаем, что это вообще не наша остановка, мы уже приехали на конечную станцию. Мы подходим к водителю трамвая, у меня с собой оказалась бумажная карта, да, нам выдали всем в турфирме бумажную карту Хельсинки, и где нам отметили вот как раз-таки наш гестхаус, и мне пришлось с ним заговорить по-английски. Учитывая то, что я английский не практиковала, у меня первые несколько секунд был ступор, потому что я понимаю, что мне сейчас нужно ему что-то объяснить вообще, что я от него хочу, а я, ну, у меня не было практики вот этого английского языка, но этот ступор длился буквально первые несколько секунд, а потом, ну, я поняла, что, понимала, что мне сейчас нужно говорить, да, я не могу подойти и тыкать пальцем в эту карту, мне нужно говорить, и тут же я начала говорить, я начала вспоминать, да, где-то подсознательно, и совершенно все доходчиво объяснила водителю трамвая, выяснилось, что мы на трамвай сели на правильный, но не в ту сторону, то есть мы уехали на другой конец города, но он сказал, не переживайте, вот, я уже никуда не поеду, но сейчас поедет другой трамвай, там вы перейдете на ту сторону, остановки сядете и доедете до своей остановки, все это он, естественно, мне тоже объяснил по-английски, я его прекрасно поняла, мы последовали его руководству, сели на трамвай и благополучно добрались до нашего гестхауса. Вот что я хочу этим сказать, то, что в экстремальной ситуации проявилось, проявилось мое знание языка, то есть у меня была вот эта база, которую мне дало школьное образование, затем эта база ушла куда-то в архив, но потом она из архива никуда не делась, то есть это просто лежало где-то у меня там в памяти, и когда в этом возникла необходимость, все эти знания всплыли на поверхности, я успешно начала ими пользоваться. Ну и потом в дальнейшем, естественно, я начала путешествовать и практиковать уже активно английский язык, потому что без него во многих странах никуда. Так вот, что я хочу этим сказать по поводу изучения иностранных языков? Конечно, обязательно учите иностранные языки, учите в первую очередь английский, потому что это международный язык, и это будет вам большим плюсом в любом путешествии, но если вы язык не знаете вообще, то не бойтесь так же путешествовать, потому что в очень многих странах английский не знают, и бесполезно, например, пытаться говорить что-то по-английски, например, в Северном Таиланде, то есть там с этим очень сложно, люди говорят на тайском, но я прожила два месяца в Северном Таиланде, в городе Чингмай, и совершенно прекрасно взаимодействовала языком жестов, языком сердца, и мне не было никаких проблем. Если вы язык учили когда-то в школе, то опять же не бойтесь путешествовать, потому что, как это было в моем случае, наверняка в нужной ситуации у вас эти знания, они по-любому всплывут, не могли же они уйти совершенно никуда. Ну и в-третьих, если вы все-таки хотите подучить язык, прежде чем отправиться в какую-то страну, то я вам советую не кидаться скорее на курсы, не искать учителей, а просто установить бесплатное приложение Дуолинго, и замечательно с помощью него выучить язык. Я с помощью Дуолинго учила испанский перед тем, как поехать в Испанию, и это мне очень сильно помогло, потому что у испанцев проблемы с английским, очень многие по-английски не говорят вообще, и я выучила базовый уровень благодаря этому приложению очень быстро, буквально за месяц я начала учить, и это действительно мне очень помогло в поездке. В Дуолинго вообще очень много языков, которые можно учить через русский язык, и много языков, которые можно учить через английский, то есть если вы знаете английский, то через него вы можете учить еще другие языки, которые доступны только, например, через английский. Но даже через русский очень-очень много языков, поэтому устанавливайте себе вот это приложение. Я прикреплю ссылку на это приложение в описании под этим видео. Переходите, скачивайте и учите языки с помощью Дуолинга. Напоминаю, что приложение абсолютно бесплатное, там есть платная версия, но это по желанию, да, вам предложат, вы откажитесь. Вот, а так приложение совершенно бесплатное, оно подходит как для андроида, так и для айфона, очень удобное. В игровой форме, всего лишь по 15 минут в день занимаясь, вы можете базу какую-то любого языка, необходимого для себя выучить. Итак, двигаемся дальше. Поездка моя в Финляндию состоялась в середине января 2009 года, ну а следующее мое путешествие было в Эфиопию. То есть я отправилась прямиком в Африку, это было мое первое большое самостоятельное путешествие, без всяких турфирм. Я тогда еще не знала вообще никаких приложений для путешествий, кроме букинга. Да у меня в те времена и смартфона-то не было, был какой-то обычный телефон, не помню уже. Это был октябрь 2009 года, я просто купила билеты туда-обратно и на букинге забронировала отель на пару дней, только в столице Эфиопии, в Адис-Абебе. Все, больше я никаких действий не производила. Дальше уже я купила путеводитель Lonely Planet. Lonely Planet это очень известная компания, которая издает путеводители по странам мира. Путеводитель этот, кстати, был только на английском языке. И пока я читала этот путеводитель, за полгода я где-то купила этот путеводитель, готовилась к этому путешествию. То есть я его читала на английском языке и таким образом я тоже уже невольно практиковала язык, потому что мне приходилось некоторые слова переводить, да, искать там где-то что-то гуглить, где-то что-то досмысливать, где-то вспоминать. И это уже была великолепная практика языка. Ну и когда я уже приехала в Эфиопию, английский язык мне очень пригодился, потому что Эфиопы, как оказалось, великолепно говорят по-английски. И там у меня уже была такая вот очень хорошая практика, и там спонтанно совершенно гид образовался, местный парень, который совершенно за бесплатно, можно сказать, просто за еду и ночлег, покатался с нами и по Одиссабибе, и по окрестностям, и вообще составил прекрасную компанию. У меня, кстати, вот осталась с ним фотография, вот она сейчас всплывет на экране. Очень классный был парень, звали его Фаджаджа. Я помню, когда я прилетела в Эфиопию, в Одиссабибу, только вышла из самолета, и сразу у меня такой восторг, вот это первое, что я испытала. Эфиопия, это страна высокогорная, она находится на высоте 3000 метров над уровнем моря, и там очень влажный воздух, такой свежий, влажный. И я помню, как этот воздух, он мне сразу вот из самолета выходишь, и вот он сразу в лицо так бабах, и вот этот запах, вот эта влажность, и вот это ощущение свободы, вот это вот ощущение, что начинаются приключения, что ты приехал сейчас в неизвестную страну, где ты ничего не знаешь. И у меня не было страха, то есть у меня был восторг такой, да, ну было легкое волнение, но волнение это связано не с тем, что там что-то страшно, что-то вот сейчас где-то кто-то хочет обмануть, нет, наоборот, это было волнение в предвкушении чего-то такого нового, новых впечатлений, чего-то совершенно невероятного, потому что, ну представьте, где Россия, или там где Европа, и где Африка, это совершенно разные миры. Поэтому я испытала такой восторг, и этот восторг, он был оправдан, потому что Эфиопия была первая страна, из которой я уезжала со слезами на глазах, вот настолько мне не хотелось уезжать. Две недели я путешествую, и автостопом каталась, и на местных, с местными забитой маршрутки, там, с песнями, и чего только там не было, каких приключений, и все это было очень здорово, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь я вернусь туда вновь, в эту замечательную страну. И вот этим рассказом я как раз-таки хочу ответить на вопрос, с чего начинала я, и это как раз, да, тот самый случай, когда я начинала именно с культуры, в том плане, что, почему я поехала именно в Эфиопию, потому что мне была очень интересна культура этой страны, я до этого очень много читала, изучала, слушала, смотрела, то есть мне было очень интересно, а как там, что это такое за страна такая интересная, единственная страна во всей Африке, на всем африканском континенте, которая никогда не была ничьей колонией, и благодаря этому она сохранила свою собственную культуру, действительно, страна очень самобытная, очень необычная, и вот, как я уже говорю, у меня море восторга осталось от этой прекрасной страны, то есть, я думаю, вы начали уже понимать мою мысль, и мы плавно переходим как раз ко второй части ответа на вопросы, в какую страну стоит поехать неискушенному туристу, так вот, мое мнение такое, что нужно ехать в ту страну, культура которой вам интересна, даже если это какая-нибудь там Папуа-Новая Гвинея, или Латинская Америка, или там страны Крайнего Севера, да, ну, понятное дело, тут еще все зависит от возможностей, от временных, от финансовых, и так далее, но если возможность есть, да, то страну первую, даже неискушенному туристу, я советую выбирать именно ту культуру, которая вам интересна, почему? Потому что вам уже наверняка понравится, да, вот у вас первые впечатления будут уже наверняка положительные, потому что вы едете туда, куда вам интересно ехать, то есть вы едете не в некую неизвестность, у вас там не будут какие-то ожидания неоправданные, вы там думали одно, а приехали, и там совсем другое, вот, то есть уже у вас будет определенная степень предсказуемости, да, и не будет такого вот, ну, совсем такого шока, плюс ко всему, если вам интересна культура вот конкретной страны, это хороший повод ее изучить заранее, то есть вот как сделала я, я долго изучала, читала путеводители, смотрела там видео, читала книги и так далее, то есть слушала какую-то, находила какую-то информацию про Эфиопию, потому что мне это очень нравилось даже вот просто изучать это, и потом уже у меня возникло желание посетить эту страну, то есть не то, что я там выбрала сначала вот поеду туда, а потом изучаю, нет, я сначала изучала и потом поняла, что я хочу туда попасть, вот, то есть наоборот, происходило все от обратного, потому что если я уже выбираю страну, вот сейчас, как я делаю, Если я уже выбрала страну, в которую я хочу поехать, я уже не изучаю ее культуру, ну, потому что в этом нет необходимости, то есть я просто вот, если я уже выбралась, я уже приняла решение, зачем я буду там что-то изучать, ну, лично я так не делаю, потому что мне интересно там на месте все изучать, потому что у каждого все равно свой опыт, я могу там какие-то практические моменты посмотреть, какая валюта, там средняя стоимость отелей, что там с жильем, можно ли ставить палатки, ну, и вот такого рода информацию, то есть уже более практичную, не связанную с культурой, а связанную именно уже с какими-то практическими вещами для путешествий. А культуру я уже начинаю изучать непосредственно в той стране, в которую я приезжаю, на месте, как говорится, из первых уст. Поэтому я советую все-таки первое свое путешествие спланировать туда, вот куда вы давно мечтали, потому что потом такой возможности может не быть, да, ввиду того, что время, и средства, и какие-то обстоятельства могут возникнуть, а вы так свою мечту и не исполнили. Поэтому первым делом не бойтесь, прямо вот езжайте туда, куда вы давно мечтали, куда вам давно интересно, и ничего не бойтесь, абсолютно не волнуйтесь, прямо вот смело реализуйте свою давнюю мечту. Давайте рассмотрим вариант второй. Если все же у вас мечта, ну, слишком экзотичная, либо слишком дорогостоящая, да, и вы там не готовы сейчас тратить сумму какую-то крупную на перелет, на визы и так далее, то тогда можно начать путешествовать по странам СНГ, и в первую очередь это Грузия. Хотя, как вы заметили, на моем рюкзаке нет Грузии, это значит, что я там не была. Но, во-первых, я очень планирую туда попасть, а во-вторых, в Грузии был мой хороший друг Артур Саликов, и у него на канале есть прекрасное видео о том, как он и с семьей, и с маленькими детьми жили в Грузии, и рассказывал, что на побережье, например, в Батуми можно снять хорошее жилье в несезон на длительный срок, там на месяц, на два, буквально там за 200 долларов. То есть, это прекрасная альтернатива, если вы хотите попутешествовать, попасть в другую культуру, пожить в комфортных условиях за недорого, но и не попадать при этом в какие-то сильно экстремальные, экстремально новые условия, где совершенно другая культура, принципиально другая. Все-таки в Грузии есть люди, которые говорят по-русски, особенно более старое и взрослое население. Во-вторых, все-таки культура грузинская нам более близкая. Ну и плюс возможность пожить, например, на берегу моря, где-нибудь в Батуми. А какие грузинские продукты замечательные, а какая местная кухня всех валит, там и грузинские вины и так далее. Но это уж у кого какие предпочтения. Поэтому Грузия как вариант для того, чтобы провести отпуск или даже позимовать, пожить на берегу моря. Так что подумайте о Грузии, тем более туда не нужны никакие визы, и Грузия находится совсем рядом с Россией. Туда можно доехать на своей машине, можно прилететь на самолете, это совсем рядышком. Поэтому как вариант рассмотрите Грузию. Следующая страна, которую я предлагаю посетить неискушенному путешественнику, это Турция. Но с большой оговоркой, ни в коем случае не покупайте никаких пакетных туров, никаких вот этих отелей, все включено и так далее. Просто купите билет на самолет в один конец, да, если позволяет, возможно, если не позволяет, ну купите туда обратно. В Турцию не нужна виза, и граждане России могут находиться в Турции без визы 60 дней, то есть это 2 месяца, это достаточный срок для того, чтобы пожить в этой стране, познакомиться с ней, попутешествовать. И если у вас будет необходимость, например, позимовать, остаться на подольше, то можно, не выезжая из страны, купить себе туристическую визу еще на какой-то срок. В Турции я сама лично была несколько раз, была я и в Стамбуле, была я и на Средиземноморском побережье, и прошла я всю Ликийскую тропу 540 километров пешком от Анталии до Фетхие, поэтому я успела побывать и в туристической Турции, и в Турции деловой, то есть я ездила туда по работе в Стамбул, и успела побывать в Турции совершенно нетуристической, где люди не говорят по-английски, да, вот Ликийская тропа, она как раз очень сильно познакомилась с бытом местных жителей, с их культурой, вот с Турцией настоящей, такой, как она есть, а не той Турции, которая в основном бытует в умах российских граждан, то есть там как будто турки это такие навязчивые какие-то дикие бородатые мужики, которые все норовят с вами познакомиться, и что Турция это отдых, отель, все включено, там валяние на пляже, какие-то развлечения и так далее. Нет, Турция совершенно не такая, это страна с богатейшей культурой, с очень древней, очень интересной. Поэтому как вариант для путешествия Турция это прекрасная опция для того, чтобы там пожить, или даже перезимовать, или просто попутешествовать и познакомиться с другой культурой. Английский язык вас в Турции спасет не сильно, потому что многие не разговаривают по-английски, но вас спасет опять же приложение Duolingo, в котором можно выучить элементарно турецкий язык, либо по ходу дела опять же на местности можно выучить турецкий язык, он очень простой, он намного проще, чем английский, там такая довольно простая грамматика, и в принципе все, что вам необходимо знать в Турции, это там элементарные слова, да, нет, сколько стоит, там 1, 2, 3, какие-то числа, цифры, вот, поэтому это не составит вам сложности, все выучить на месте. Помимо своего замечательного климата, чистоты, потрясающей природы, Турция хороша тем, что там свежие продукты прекрасные, очень вкусные, свежие фрукты, оливки, оливковое масло, все очень дешево, то есть замечательные цены, очень отзывчивые, добрые люди, гостеприимные, то есть Турция это страна, в которой вы никогда не останетесь без ночлега, без еды, то есть можно ломиться к местным жителям, да даже и ломиться не нужно, потому что местные жители, видя вас, будут спешить вас пригласить на трапезу или на чай, или вы можете попроситься переночевать, и вообще обратиться совершенно с любым видом запроса, да, если вам нужна любая помощь, турки с удовольствием вам ее окажут. Я пропутешествовала последний раз, когда была в Турции по ней, почти два месяца, по совершенно разным уголкам Турции, и убедилась это на своем примере, что это замечательная страна, в которой можно себя чувствовать абсолютно в безопасности, и при этом прекрасно провести время. Итак, если вас, ну, совсем никак не тянет Азия, и вот больше вас интересует все-таки западная часть мира, европейская, то тогда среди европейских стран я бы выделила Польшу, то есть если вы хотите отправиться в путешествие, и вы первый раз едете в какую-то зарубежную страну, и хотите выбрать европейскую страну, то отправляйтесь в Польшу. Почему Польша? Во-первых, польский народ, он нам все-таки близок, да, близок русским людям, и польский язык даже чем-то очень отдаленно похож на русский, то есть есть слова, которые понимают поляки, и которые мы тоже понимаем, да, ну, конечно, если поляк будет бело говорить на польском языке, там, я ничего не пойму, но если, в принципе, медленно разговаривать, и еще использовать вспомогательный английский, то поляк и русский очень даже могут совершенно свободно общаться. Мне очень понравилось в Польше тем, что местное население, оно очень спокойное. Если сравнивать там с той же Испанией, где люди такие достаточно темпераментные, достаточно такие вот все огненные, и лезут там пообщаться, познакомиться, то поляки совершенно не такие, народ очень спокойный, очень дорожащий своей культурой, очень сплоченный, очень сентиментальный, очень набожный, и еще очень долго я могу петь дифирамбы полякам, Польша это тоже такая моя большая любовь, в которую я надеюсь вернуться обязательно. Но, тем не менее, Польша очень сильно отличается от России, опять же своей культурой, своей архитектурой, своей чистотой, вообще своим устройством и так далее. То есть отличия все-таки есть, да, и вы это почувствуете. Вот если, например, между Россией и Белоруссией отличия, хотя, конечно же, есть, но они, ну, не такие вот уж прям сильные, да, вот я сейчас, находясь в Белоруссии и снимая вот этот вот блог и путешествия на велосипеде по Белоруссии, показываю вам эти отличия, да, они, конечно, безусловно, есть, но они не такие сильные, как между Россией и Польшей, это безусловно. Все-таки Польша входит в Евросоюз и имеет определенные стандарты, связанные именно с нахождением в Евросоюзе. При этом в Польше своя валюта, да, это польский злотый, то есть там не ходит евро, и цены довольно приемлемые. То есть я бы даже сказала, что в Польше некоторые вещи стоят даже дешевле, чем в России, какие-то продукты, жилье где-то можно снять даже дешевле, чем в России, да, но если сравнивать там с Питером, с Москвой. Опять же, проезд, то есть вот все вот эти вещи, они, ну, цены на них примерно такие же, как в России, где-то даже и дешевле, но при этом все это очень хорошего качества, очень много что бесплатного. И бесплатный туалет в общественных местах. Совершенно спокойно можно зайти в магазин, в любой, в обувной, там, я не знаю, в пекарню, в продуктовый, попросить кассира или продавца зарядить там ваш телефон. Можно попросить горячей воды, да, кипяток вам никто не будет продавать, вам его нальют бесплатно, да, потому что в России, как вы знаете, в некоторых кафешках даже кипяток платный. Вот. Ну и вот такие какие-то вещи, которые необходимы путешественнику, то есть в Польше все это совершенно спокойно, бесплатно, можно получить плюс. Нужно понимать, что в большинстве своем Польши эта страна католическая, а в любой католической стране там немножко другое понимание, вообще другое отношение к людям. Я это очень сильно заметила, вот опять же путешествие. Пройдя вот этот католический путь Сантьяго в Испании, путешествуя по католическим странам, путешествуя по западной Беларуси, которая в основном католическая, то есть я заметила вот эти вот различия. Так вот, в католичестве намного более развита традиция паломничества, чем, например, в православии в том же. У людей здесь другое отношение к путнику. Паломничество есть в любой католической стране. Даже в той же Польше есть паломничество. То есть люди ходят пешком от одной святыни к другой, могут там полстраны пройти, и путники, когда идут, им нужно где-то останавливаться. Они останавливаются либо в костелах, либо в домах у местных жителей, у кого есть возможность, ставят палатки и так далее. Но испокон веков, уже на протяжении не одного тысячелетия, по землям, где было католичество, где есть католичество, есть вот это вот понимание путника, что это не какой-то бродяга-бэкпекер, которого просто нет денег, там он хипун, он не хочет там сэкономить. И у людей обычно такое брезгливое, вот в России, например, брезгливое такое отношение, типа какие-то бродяги, хипари там. То есть люди даже некоторые не пытаются узнать вообще, а кто ты, да, то есть видят, что ты там с рюкзаком, он встопишь и так далее, думают все, априори это бродяга, это нищеброд там и так далее, да. Ну, в большинстве своем, да, я говорю сейчас про стереотипы, конечно, люди все разные, но вот, например, в той же Польше к путникам совершенно другое отношение, поэтому путника готовы приютить, готовы накормить, готовы там чем-то помочь и так далее. Но, опять же, все зависит, конечно, от людей, я не говорю, что все поляки вот в любом доме готовы вас включить, конечно, нет. Но в целом, вот настроение, такая тенденция такая, и это очень явно чувствуется. То есть, как минимум, если вы голодны, или если вам нужен ночлег, вы можете прийти в любой абсолютно католический костер, вас никто не спросит, католик вы, или вы вообще христианин, или какого вы расповедания, кто вы, откуда вы. Вас воспринимают как человека, которому нужен ночлег, и нужна еда. И я думаю, что 99% вам не откажут. По крайней мере, вот путешествие по Западной Беларуси, мое путешествие это показало и доказало. Они отказали ни разу вообще ни в чем. Так что, друзья, вот такой вот мой вывод. На самом деле, про многие страны можно рассказывать очень и очень долго. Историй про путешествия у меня всегда масса, но вот, пожалуй, я для новичка, для неискушенного туриста выделю вот эти три страны, для того, чтобы поехать первый раз. То есть, это Грузия, это Турция, и это Польша. Очень также хвалят Болгарию, и Черногорию, но я пока что в этих странах еще не была, поэтому не могу ничего вам сказать. Но надеюсь, что когда-нибудь я обязательно посещу и их. Очень многие также уезжают зимовать, или путешествовать по азиатским странам, таким как Таиланд, или Индонезия, да, остров Бали, но все-таки это страны дальние, туда и перелет уже стоит, соответственно, больших денег, и там культура совершенно иная. То есть, вот если говорить о том, куда поехать неискушенному туристу первый раз, то вот я бы советовала отправиться в одну из этих трех стран. Ну, а там уже решайте сами, изучайте, делайте выводы. И сейчас очень много доступно приложений для путешествий, у меня на канале есть видео, про лучшее приложение для путешествий, вот ссылочка сейчас где-то всплывет, тоже посмотрите это видео, там много полезной информации. Поэтому путешествуйте, исследуйте, изучайте мир, и пишите мне в комментариях свои вопросы, про какие еще вам страны рассказать, даже не про страны, вообще вопросы любого рода, пожалуйста, пишите, я буду снимать для вас видео-ответы. Спасибо всем вам за то, что посмотрели это видео, за поддержку, если видео понравилось, поставьте лайк, можете поделиться этим видео в соцсетях, и до новых встреч, с вами был Карман Ураган, пока!